Перспективный российский авианосец неопределенное будущее Адмирал флота Советского Союза Кузнецов пока единственный наш авианосец Фото Минобороны РФ На данный момент военно-морской флот России располагает только одним авианосцем, а перспективы строительства нового подобного корабля остаются неизвестными На днях вновь появились сообщения о возможных особенностях подобной программы На этот раз они не располагают к оптимизму и могут быть поводом для беспокойства Последняя новость Тему будущего строительства авианосца 2 декабря подняла РИА новости Агентство пообщалось с неназванным источником в оборонной промышленности и получило от него некоторые сведения о возможной постройке корабля и особенностях подготовки к ней Источник указал, что строительство авианесущего корабля является весьма дорогим делом По его оценке, проектирование, строительство и испытание одного авианосца могут стоить от 300 до 400 миллиардов рублей Также источник отметил, что в текущей госпрограмме вооружений, вероятно, имелся в виду документ на 2018-2027 годы Подобные траты не предусмотрены Источнику известно, что Министерство обороны не отвергает саму идею строительства авианосцев Оно изучает проекты подобных кораблей, предлагаемые конструкторскими бюро, но еще не выбрало наиболее удачной Пока приоритетом является строительство двух универсальных десантных кораблей Их заложат в следующем году на заводе «Залив» в Ге Керчи построят за несколько лет При работе над этими заказами промышленность должна будет отработать необходимые технологии, которые затем могут использоваться при строительстве авианосца Макет корабля «Шторм ОБР» 2015 год фото WikiMedia Commons На выставке «Армия-2019» состоялась первая демонстрация материалов по проекту авианосца «Ламантин» от Невского проектно-конструкторского бюро На этот раз указали только основные характеристики, но не стали раскрывать стоимость На той же выставке КГНЦ продемонстрировал обновленный вариант проекта «Шторм» с некоторыми изменениями Можно сделать вывод, что примерные оценки стоимости нового авианесущего корабля за последние годы не изменились Сейчас упоминаются 300-400 миллиардов, тогда как раньше говорили о средних 350 Очевидно, что более точная стоимость программы может быть определена только после начала реальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Проблема сроков Сроки возможного выполнения проекта, начала строительства и сдачи готового корабля военно-морскому флоту давно являются темой споров Эти вопросы неоднократно поднимались на разных уровнях, но постройка авианосца до сих пор не начата Свежие новости в целом повторяют уже известную информацию и не противоречат заявлениям официальных лиц Источник РИА Новости говорит, что текущая госпрограмма вооружений не предусматривает траты на разработку и строительство авианосца Из этого можно сделать вывод, что подобные работы стартуют не ранее 2027 год, когда завершится выполнение нынешней госпрограммы В июле этого года схожие заявления сделал вице-премьер Юрий Борисов Он указал, что в 2018-2027 годах российская промышленность не будет строить новый авианосец Макет корабля Ламонтина Тневского ПКБ Фото Ранее упоминалось, что строительство корабля по типу шторма от КГНЦ может занять порядка 80 лет Нетрудно посчитать, когда флот сможет получить корабль, заложенный во второй половине 20-х Технологии строительства В последних новостях будущее строительство авианосца прямо связывается с запланированной постройкой десантных кораблей Утверждается, что УТК помогут судостроителям освоить и отработать некие технологии, которые затем будут использоваться в авианосном строительстве При этом не уточняется, о каких технологиях идет речь В этом контексте упоминается судостроительный завод «Залив» В нашей стране есть несколько предприятий, производственные мощности и доки которых позволяют строить крупные корабли вплоть до авианосцев Керченский залив является одним из них На предприятии имеется два стапеля длиной по 400 метров и сухой док размерами 360 х 60 м В последние годы выполнена модернизация производства и открыты новые участки Все это вполне позволяет строить крупные боевые корабли и торговые суда Какие именно технологии предстоит отработать при строительстве УТК и использовать в дальнейшей постройке авианосца неясно Однако очевидно, что перед строительством крупного и тяжелого авианесущего корабля необходимо восстановить соответствующие компетенции, в том числе И за счет строительства других заказов для вооруженных сил Скромное настоящее и большое будущее Новости последнего времени о планируемом строительстве перспективного авианосца для нашего флота, как всегда, представляют некоторые интересы и могут дополнить уже существующую картину Однако они не вносят ясность во все желаемые вопросы Кроме того, на протяжении долгих лет речь идет только об обсуждении и планах на будущее, причем весьма отдаленное Впрочем, остаются поводы для сдержанного оптимизма Неоднократно упоминалось, что военно-морской флот и Минобороны изучают вопрос будущего строительства авианосца и рассматривают предлагаемые проекты отечественных судостроителей Принципиальный вопрос о создании нового корабля пока не решен, но, вероятно, этот процесс все же запустит На проведение всех необходимых работ, по нынешним оценкам, потребуется до 400 миллиардов рублей, большая часть которых пойдет на непосредственное строительство Подобные расходы не укладываются в нынешнюю госпрограмму вооружений, но могут быть предусмотрены в следующей Таким образом, новый российский авианосец все еще остается делом отдаленного будущего Все это приводит к одному интересному последствию Ввиду отсутствия новостей о конкретных действиях ВМФ и Минобороны и на фоне общего интереса к теме авианосцев будут появляться новые оценки, прогнозы и утечки данных Этот процесс завершится только с появлением реальных новостей о проектировании и строительстве Впрочем, сразу после этого начнется волна прогнозов и оценок другого рода